свидетельство брата лима из города куала лумпур малазия 1990 год я родился в буддийской семье очень дисциплинирован в жизненных ценностях к 18 годам я жил один потому что получил работу я посвятил себя чтению многих книг и однажды я увидел в витрине книгу под названием божественное откровение ада буддийской культуре нет упоминания об этом книга привлекла мое внимание я купил эту и чтобы она стала частью моей коллекции это была единственная евангельская книга которая у меня была на тот момент я начал читать эту книгу и убоялся что-то в моем сердце сказала что от действительно существует я почувствовал великое сожаление за свои грехи когда кто-то говорил мне о боге мне в голову приходило имя буду но после того как я прочитал эту книгу я уверовал в иисуса я никогда раньше не был в церкви в моей стране в которой преобладают ислам и буддизм очень редко можно встретить открытую церковь я обнаружил что жизнь и мир находятся на пути иисуса ту свободу которую имеют молодые люди здесь в малайзии является ядом для их душ это вызывает духовную смерть и большую пустоту заставляя их терять истинный смысл жизни жизнь это иисус христос кто теряет эту жизнь теряет источник жизни тот кто сошел с этого пути уже потерял свою жизнь и вступает в стадию мучения и скорби души на таком пути нет мира только неопределенности иллюзии этого мира чувство разочарования от жизни вошло в мое сердце из-за трудностей с которыми я столкнулся находясь в одиночестве демонические мысли приходили мне в голову которые побуждали меня употреблять наркотики и пить алкоголь но эта книга божественного откровения давала мне надежду у меня не было библии но слова из этой книги повлияли на мое сердце и проникли в глубину моей души стена нечистых желаний упала открывает трещину в моем сердце и впервые я помолился влияние присутствия божьего было великим я даже не знал как молиться но впервые я встал на колени перед богом которого мой народ не принял но это единственная истина после молитвы я отдал свою жизнь иисусу христу и пошел спать свое первое откровение я получил во сне иисус начал говорить со мной во сне и передавать свои откровения во сне я был в темном месте где не было света голос небес сказал это место страна в которой нет иисуса и я прошел через это место и ничего не нашел я мог слышать только рев льва я был в отчаянии за того что не мог ходить потому что не было света и я ничего не видел этот лев запрыгнул на меня и поцарапал мою руку лев не был похож на тех африканских львов он был черным и в темноте я мог видеть только его глаза какая-то большая сила не позволяла этому льву разорвать меня на части максимум что он мог сделать это поцарапать меня я шел в этой темноте споткнулся и упал на землю я встал и продолжил идти в поисках света я хотел найти место где есть свет чтобы спрятаться от этого льва и просто хотел выбраться из этой тьмы потому что у меня не было защиты от атак этого зверя я не мог видеть и даже не знал откуда приходили атаки от льва он не убил меня просто потому что иисус защищал меня находясь в этом месте я был беззащитен и уязвим перед атаками этого льва я вышел из этой темноты и вошел в то место где был свет в этой ясности я мог прекрасно видеть когда я меньше всего этого ожидал зверь был рядом со мной он следовал за мной я уже мог видеть этого зверя который так сильно царапал меня лев который рычал оказался другим не таким каким я его представлял в темноте я мог только слышать но не мог видеть ясно кем же на самом деле был этот зверь черный тигр с двумя головами и змеиным ядом это место света открыла мне кем был зверь который нападал на меня без остановки свет божий открывает нам духовные глаза чтобы мы увидели нашего врага таковым каков он есть на самом деле свет показывает зло которое скрыто во тьме когда этот зверь осознал что я прекрасно вижу и что его планы больше не могут быть сокрыты он попытался проглотить меня заживо и прыгнул чтобы напасть на меня но на этот раз мне удалось повернуться от его когтей я больше не был в том темном месте которое мешало мне видеть его когда свет божий открывает мне глаза дьявол приходит в ярость и пытается убить меня но тот кто в свете бдителен против натиска сатаны зверь настаивал на том чтобы причинить мне боль но до тех пор пока рядом со мной не появился меч я устал убегать от этого зверя и ухватился за меч чтобы противостоять ему убегать от дьявола и его трудности не является решением проблемы мы должны столкнуться с проблемами лицом к лицу с верой в иисуса христа слово божье говорит противостаньте дьяволу и он убежит от вас кто должен убегать так это не вы а дьявол я не мог так жить чтобы убегать вечно и с мужеством когда вид я противостал дьяволу тот меч который появился возле меня побудил меня к борьбе я боролся с этим зверем и сумел нанести ему смертельный удар который убил его и этот меч слово божье которое мы используем чтобы победить дьявола я избавился от этого зверя и пошел своим путем проснувшись утром я не понял значения этого сна потому что не был духовным христианином сегодня я понимаю что темный мир был моим путем а тот зверь был дьявол который огорчал и угнетал мою жизнь то место света которое я нашел это путь иисуса а меч который появился возле меня была библия принесенная мне миссионерам издание ярость сатаны вызванные тем что я нашел место света означает что наш духовный враг разоблачен моя борьба со зверем было моей духовной битвой однажды демон проявился в моем отце который являлся буддистом и пытался убить меня я изгнал демона в нем и получил его душу для иисуса христа я завоевал души молодых людей в моей деревне сильное преследование произошло против моей деревне но она успокоилась все это было моей борьбой со зверем я победил звери во сне и победил тех кто преследовал меня дьявол беспокоил меня из-за того что я был единственным христианином в деревне я был опасен для его планов он хотел уничтожить меня чтобы я не умножил больше христиан это буддистская территория и он не хочет чтобы истина которая спасает души родилась на его землях сатана ходит как рыкающий лев ища кого поглотить люди которые отворачиваются от света приближаются к тьме это те которые отворачиваются от иисуса и приближаются к миру и всякий кто отворачивается от истины приближается к пропасти и падает в глубины бездны где у него не будет света господа иисуса я приблизился к иисусу его свет осветил меня. Я начал молиться и размышлять над каждым стихом. Слово Божие постепенно созидало меня. Только таким путем я смог спастись от темного льва, который ищет легкую добычу, чтобы действовать и пожирать. Если пламя погаснет, этот лев тьмы подойдет. Демоны рычат вокруг тех, кто во тьме. Миссионер, давший Библию, отвез меня в свою страну. Он сказал, что в Дании он больше способен учить и подготовить верующего. В моей стране миллионы буддийских книг и условия для обучения Евангелию ненадежны и опасны. Я путешествовал с этим братом, чтобы узнать больше о Слове Божьем. Я молился и впитал Слово Божье. Иисус разрушил барьеры в моей жизни и благорасполагал ко мне. Я был в Дании, выполнял работу с миссионером. Однажды, я пришел с евангельской встречи, было пять часов дня. Я почувствовал сильные головные боли и, пойдя спать, уснул глубоким сном. Через час я стоял и увидел, что мое тело лежит. Темнота начала идти в мою сторону и вторглась в дом. Передо мной появился закрытый черный туннель. Этот туннель открылся, и нечистая сила втянула меня внутрь. Это место выглядело как плацента в форме идеального круга, и оно формировало себя как жевательная резинка, воск. Эта плацента имеет жизнь и питается душами. Это место росло как по длине, так и по ширине, оно наполнилось как мочевой пузырь, в котором было много душ. Ужасный монстр с отвратительным видом сказал, у меня божественный приказ не причинять тебе вреда. Я покажу тебе, каковы законы тут в аду, для таких как ты живущих на земле. Монстр отвел меня в различные места в аду, и я был очень напуган находясь с ним. У этого монстра большой глаз на лбу. Его тело было наполнено глазами, которые охраняли это место, у него есть уши на спине и по плечам и носы разбросанные по всему телу, из которых выходили выделения, этот монстр сильно вонял. Мы вошли в первую комнату ада, которая являлась частью дома для пыток. Монстр сказал, здесь находятся все те, у кого были злые нечистые мысли, когда они находились на земле. Они не переставали думать о зле, и умерли в своих грехах. Демоны-мучители вскрывали черепы людей, вырывали их мозги и питались этими злыми мыслями. Монстр отвел меня во вторую комнату. Демоны-мучители горячим железом пронзали глаза людей. Монстр сказал, эти люди, которые смотрели телевизор, порнографический контент на веб-сайтах, журналах и книгах. Монстр посмотрел на меня и сказал, твои глаза нечисты. Там на земле, ты смотрел на похотливых, плотских женщин. И если ты не распнешь эти злые глаза, то когда ты умрешь, ты будешь в этой комнате, и твои глаза будут вечно пронзены. Я был очень напуган, когда монстр сказал это. Демон отвел меня в третью комнату ада. Он сказал, все в этой комнате использовали свои уши, чтобы слышать наш голос, и делали все, что мы говорили им. Они также слышали наши Евангелия и исполняли нашу волю. Демоны прокалывали уши людей, а затем вырвали их. Они хватали уши людей и жарили на гигантской сковороде. Монстр сказал, эти люди здесь за то, что слушали песни, которые не являются христианскими. Вот здесь находятся христиане, слушающие наши песни. Все песни, которые восхваляют мир, деньги, женщину и богатство наши. Любая песня, которая не славит Бога, принадлежит нам. Демоны вонзали раскаленное железо в уши людей, которое выходило с другой стороны. Мы вошли в четвертую комнату ада. Там были все игры для взрослых и детей, такие как шахматы, дама, карты домино, машины, игры и лотереи. Люди, которых там пытали, пристрастились к играм. В этой комнате я видел детей, которые были одержимы играми. Демоны отрезали руки людям, пристрастившимся к азартным играм. Монстр сказал, здесь находятся христиане, которые пристрастились к нашим развлекательным играм. Некоторые из них тратили свои деньги на ставки. Демон отвел меня в пятую комнату. Я увидел котлы, полные человеческих сердец, в кипящей лаве. Он сказал мне, эти сердца, находящиеся в котле, злы, и хранили грешные желания и мысли. Когда ты поднимешься на землю, не держи ничего плохого в своем сердце, чтобы не оказаться здесь. У людей в этой комнате не было сердец. На месте сердца, была только одна пустая дыра. Монстр отвел меня в шестую комнату. Это был танцевальный зал, который выглядел как выставочный зал. Но в действительности, шоу в этой комнате не выглядело так, каким мы видим его на земле. Все люди были вынуждены танцевать на обугленных гвоздях и кровь брызгалась при каждом шаге по этим гвоздям. Пьяные сидели на стульях, которые удерживали их, чтобы они не уходили. Все они пили кислоту, которая расплавляли их горло. Все алкогольные напитки являются кислотой в аду. Я был отведен в комнату, где были все молодые люди, которые наказаны за непослушание своим родителям. У демонов были пылающие стальные кнуты, и они мучили этих подростков. Монстр сказал, эти дети не слушались своих родителей. Они не повиновались их власти. Они не понимали своих родителей и начинали спорить. Родители были опозорены этими мятежными детьми. Монстр отвел меня в восьмую комнату, где подвергались пыткам все магии иллюзионисты. Я видел, как пытали цирковых клоунов, они там из-за того, что из образа божьего, сделали образ клоуна. Те, кто практиковали магию и трюки, тоже там. Монстр сказал, любая шутка, которая обманывает и вводит людей в заблуждение, принадлежит нам. Монстр отвел меня в девятую комнату. Там были люди, которых обманули книги, журналы и газеты. Внутри этой комнаты находился газетный киоск. Монстр сказал, наша ложь разбросана по газетным киоскам Земли. Напомню, что это свидетельство 1990 год. И каждый, кто покупает эти материалы, тратит впустую свое время. Людям следует читать Библию. Мы создаем эти киоски, чтобы отвлечь и украсть их время. Посмотри на ложь в романах, написанных в журналах. Газеты – это ложь, выставленная на продажу. Журналы создают стимулирующую рекламу, чтобы побуждать людей прочитать следующие главы романов. И те, кто медитируют и любят Буду, отправляются в ад. Монстр сказал, если бы это зависело от меня, я бы никогда не раскрыл наши деяния, производимые на Земле. Мы были вынуждены раскрыть наши планы, а теперь расскажи христианам все это на Земле. Многие души твоей страны будут спасены благодаря этим откровениям. Передо мной появился монстр с сильным гневом, из его носа исходил огонь. Ангел Господень пришел, чтобы спасти меня. Он сошел в ад и вытащил меня оттуда. Я никогда прежде не видел ангела и удивлялся свету, исходящему из его тела. Он вернул мою душу домой, и таким образом я вернулся на Землю. Сейчас я нахожусь в Дании, работаю с миссионером и намерен однажды вернуться в свою страну и бороться с буддизмом в Малайзии. Буддизм проповедует, что нет абсолютного Бога. Я могу сказать, что Иисус Христос абсолютен. Буддизм учит, что мы можем идти своим путем, но мы должны следовать словам Иисуса. Буддизм считает, что человек не имеет ценности и верит в реинкарнацию. Человек имеет ценность для Иисуса. Никто больше не возвращается на Землю. Когда люди умирают, они попадают либо в рай, либо в ад. Буддизм мучит, что силы Вселенной просвещает человека ко спасению. Иисус, единственный, кто спасает, никто не может спасти себя без его просвещения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok